Это проект «Решение есть». Мы рассказываем о судьбах реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правда уже не добиться, знайте, решение точно есть. Частные школы или детские сады для большинства белорусов такое словосочетание представляются чем-то элитным и недоступным. И по большому счету так оно и есть. Стоимость обучения в таких учебных заведениях в месяц может достигать и тысячи, и даже полутора тысяч рублей. Но в погоне за выручкой некоторые частники начали забывать о законах. К началу учебного года в стране насчитывалось 35 учреждений общего среднего образования частной формы собственности. Им, как и государственным школам, нужно было получить сертификат готовности. Его не оказалось у 21 частной школы. А ведь этот документ затрагивает многие важные аспекты. Прежде всего, это безопасность детей. Например, противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Но самое главное, без госаккредитации ни одна элитная школа не сможет выдать аттестат об образовании. Впрочем, об этом дети и их родители зачастую узнавали уже в конце учебного года. Сегодня в программе. Частные школы. Престиж для детей или бизнес на доверчивости родителей? Прошу прощения, прошу вас выйти. Отвечу нам на пару вопросов. Прошу вас покинуть знания. Вот отец вашего ученика. Еще раз, я прошу вас покинуть знания, или я буду вызывать милицию. Оценки из воздуха. Как за деньги преподают липовые дисциплины? По информатике оценка 8. Хотя ни одного занятия не провелось. Вот такая вот странная школа. И что об этом думают в Министерстве образования? Я бы родителям посоветовал не направлять своих детей для обучения в эту школу. Учение свет, но есть у него и темная сторона. Изнанка платного образования. Смотрите прямо сейчас. Нередко от родителей можно слышать, что для своего ребенка они ищут именно частную школу. Мол, там и внимания к каждому ученику больше, и возможности шире. Но так ли это на самом деле? Наша съемочная группа встретилась с двумя столичными семьями, дети которых посещали мужскую гимназию. Эта частная школа позиционировала себя как социальный и ни в коем случае не коммерческий проект. Хотя ежемесячный платеж в 600 белорусских рублей заставлял усомниться в искренности этого девиза. Так вот, одного ребенка забрали от педагогов-частников, потому что родители выяснили, оценки за предметы ставили, но уроки не проводили. К тому же вскрылось, что у школы не было свидетельства о госрегистрации. Осень 2022-го. Учебный год в самом разгаре. На этих кадрах ученики среднестатистической белорусской школы после занятий спешат домой. А вот так заканчиваются уроки в одной из столичных частных школ. Ученики в прямом смысле слова выходят из ночного клуба. Картина, надо заметить, для нас, журналистов, повидавших немало, шокирующая. А вот для минчанина Сергея дело привычное. Мужчина рассказывает, во внутреннем дворике у веселительного заведения расположилась Минская мужская гимназия. Элитная школа с мужским характером. Именно здесь учится средний сын Сергея. Эта новость, да и в целом внешний вид сооружения тут же вызывает вопрос. Почему несколько сотен состоятельных родителей согласны платить немаленькие деньги за то, чтобы их дети держались подальше от солидного фасада государственной средней школы. Программа обучения гимназии включает в себя изучение общеобразовательных предметов, необходимых для получения общего среднего образования, углубленное изучение иностранных языков, экономики, основ программирования, изучение второго иностранного языка, специализацию в одной из четырех областей. Гуманитарная наука, экономика, бизнес, психология и так далее. Мы решили вкладывать деньги в нашего ребенка. А вот и пресс-курант цен на образовательные услуги на текущий год. Заочный и дистанционный формат занятий средняя стоимость 640 белорусских рублей. Впрочем, в 2021 году цены были более демократичными. 440 рублей было обучение. Потом оно подорожало. Потом начали привязывать его к доллару. Потом к евро. И никто никого не предупреждал. Просто привязали, привязали. И хоть платежи и стали бить по карману, основная претензия Сергея, как родителя, заключалась в ином. Изначально школа размещалась в здании бизнес-центра. Но кураторы и преподаватели в один голос твердили, что это временная мера. И совсем скоро у учебного заведения появится отдельное специализированное сооружение. Так и говорили. Сейчас вот чуть-чуть пройдет времени, мы тут все исправим, мы все наладим у нас, начнется у нас и так далее, и так далее. Школа переехала уже в третий раз. Она переезжала на Кальварийскую. С Кальварийской сейчас в это место. Как в сказке, одно второго краше. Мы обошли школу вокруг. Встретили группу детей с мячом и решили, что они явно отправляются на спортивную площадку. Но ошиблись. Школьники играли в мяч просто на обычном асфальте между припаркованных машин. И никаких тебе следов футбольных ворот или баскетбольного кольца. Зато кругом печать бурных ночей, проведенных завсегдатами ночного клуба, до которого рукой подать, видя пустых бутылок, окурков от сигарет и другого мусора. Наш собеседник, впервые увидев такую картину в июне, уже тогда решил, что пора искать для сына другое учебное заведение. Мы забрали документы. Тоже не с первого раза получилось. Сюда не дозвониться. Приехал сюда, договорились, взяли документы. А сейчас ребенок учится в 157-й школе. Возникает вопрос. У нас информатика преподавалась. Она была в расписании, но она реально не проводилась. Ребенок потерял целый год по информатике. Как его наверстать? Сейчас у нас вот такая проблема состоит. Другие предметы, такие как физичная культура и здоровье, она не проводилась, но стоит за счет. По искусству не проводилось ничего, стоит за счет. По информатике оценка 8, хотя ни одного занятия не провелось. Вот такая вот странная школа. Пришло время заглянуть внутрь. Опознавательных табличек мы так и не нашли. Сергей показывает вот эти кадры, снятые на его мобильной недельной давности. Фасадная вывеска с названием учреждения висела прямо на углу здания. Но сегодня ее и след простыл. Но, к счастью или к сожалению, родители здесь не первый раз, поэтому нужную дверь отыскали и без шильды. Внутри не радостнее, чем снаружи. Оптимизма придает лишь фраза «добро пожаловать в мужскую гимназию», кем-то старательно выведенная на доске. По пути к директору в коридорах мелькают двери учебных аудиторий. Белорусский язык и литература, английский труд. Судя по табличке, его стали преподавать недавно и спонтанно. Еще несколько ступенек, и мы у нужного кабинета. Ожидаем. Занимательный диалог прервала администратор. Женщина объявила нашей съемочной группе, что директор крайне занят и найти время в плотном графике для нас не сможет. Но буквально через пять минут из кабинета директора к нам вышел миловидный молодой человек. С виду только вчера и сам, получивший аттестат зрелости. Но внешность оказалась обманчива. Знакомьтесь, Павел Александрович, руководитель мужской гимназии. Ни милиции, ни сотрудников охраны, ни хотя бы обычного школьного вахтера в элитной гимназии не оказалось. Это в очередной раз подтверждает слова родителей, что в школу может беспрепятственно зайти кто угодно и с чем угодно. А дозвониться до вас возможно вообще? Да, возможно. Это каким образом? По телефону. Еще раз. Я говорю, я могу сказать вас на встречу. Уделите нам две минуты. У меня есть работа, которая мне нужна выплатить. Вы к нам ломились в здании. Дайте сфотографировать ваше удостоверение. Пожалуйста, фотографируйте. В руки брать его не надо. Хорошо, показывайте. И вот, казалось бы, диалог стал налаживаться, но не тут-то было. Директор мгновенно, как ветром сдуло. Почему вы не пришли к нам по записи? Почему вы сейчас приходите и со скандалами требуете, чтобы я что-то вам сделал? Нет, я не со скандалами, я ничего не требую. Хорошо, всего доброго. Ответов на волнующие родителя вопросы мы так и не получили. Но одну загадку после посещения этого храма образования нам все-таки разгадать удалось. Вывеску с названием школы мы не нашли, но отыскали другую. Она по своему содержанию очень хорошо описывает это учебное заведение. Где здесь герб, где флаг, где те же портреты героя Великой Отечественной войны, где вообще, где здесь охрана? Мы же видели с вами, да, можно зайти, пройти, забрать кого хочешь, утащить кого хочешь и куда хочешь. А все вопросы в школе решает администратор. Минская мужская гимназия позиционирует себя как альмаматор, который выдает американский аттестат. Вот только по внешнему виду и своей начинке сильно отличается от тех учебных заведений, которые показывают в американских фильмах. На начало учебного года в Минске работало 25 частных учреждений образования. Из них 6 имели свидетельство о госрегистрации. То есть после 9 и 11 класса могли выдавать ученикам аттестаты. И мужская гимназия в это число не входила. Те учреждения образования, которые не имеют соответствующего образца аккредитации, я бы родителям посоветовал не направлять своих детей для обучения в эту школу, потому что никто не гарантирует не только реализации необходимой образовательной программы, но и безопасности пребывания там детей. Что касается вышеупомянутой частной школы, в здании на независимости 58, корпус 40, учебных классов больше нет. Теперь адрес гимназии не дом и не улица, а онлайн, еще и за границей. В сети интернет два обновленных сайта. Открыт набор на 22-23 учебный год. Обновлен преподавательский состав и знакомый нам Павел Александрович Величко. Правда, уже не в должности директора. Руководителем назначен некий Александр Прудников. На вопрос, есть ли у школы аккредитации, аккредитации организаторы, не скрывая, отвечают, что ее нет, потому что им она якобы не нужна. Вот только профильное министерство уверяет в обратном. С 1 сентября текущего года, после вступления в силу новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании, принцип получения сертификата государственной аккредитации, он обязателен уже в первый год работы такого учреждения. Избавить ли это виртуальная деятельность школу от реальной ответственности? Вопрос, открытый в образовательном кодексе, четко прописано. Для получения среднего образования не может быть дистанционных форм. Впрочем, такие частные школы вряд ли про образование. Просто замкнутая на деньгах экосистема. Несмотря на множество откровенных нарушений, руководство мужской гимназии на момент съемок сюжета было уверено в своей правоте. И, судя по всему, в безнаказанности. В соцсетях частная школа обещала ученикам американский аттестат. Скорее всего, и методы обучения были западными, оттого и непонятные нам, белорусам. На страничке школы в одном из мессенджеров сотни подписчиков, яркие картинки и посты с многочисленными советами родителей от педагогов. Таков он виртуальный мир. А в реальном школа нарушала законодательство и обманывала родителей. Но красивая история, платный альмаматор, закончилась очень просто. Сейчас мужская гимназия в стадии ликвидации. На своем сайте ее организаторы все еще гордо заявляют, что деятельность школы не остановлена. И пишут, чтобы родители ни в коем случае не доверяли негативным отзывам. Впрочем, во что теперь верить, каждый решает сам. Более 90% учеников частных школ уже перевелись на обучение в госшколы. Это тысячи детей. И процесс продолжается. Школьников переводят в классы со свободными местами. Благо резервы для зачисления есть практически в каждом государственном учреждении образования. Никаких особенных документов при переводе не требуется. Свидетельство о рождении, медсправка и личное дело учащегося. Если, конечно, частная школа его вернула или вообще вела. Есть факты, когда частники не заморачивали себе голову никакой документацией, кроме бухгалтерии. И вот после всего вышесказанного возникает вполне логичный вопрос. Так есть ли будущее у частного образования? А главное, нужна ли нам такая сомнительная альтернатива традиционным государственным школам? Об этом не только поговорим с заместителем председателя Мингородсполкома Артемом Цураном. Артем Николаевич, добрый день. Добрый день. Как обстоят дела относительно частных школ на данный момент, хорошо, понятно и известно. А все-таки с чего началось? Что стало толчком для таких резонансных мер относительно частных школ? Это история со смарт-скул? Либо вопросы к таким учреждениям образования были и до этого? Я скажу, что ситуация со смарт-скул вышла в публичную плоскость. Но на самом деле взаимоотношения между органами управления образованием и частными учреждениями образования, они достаточно развивались давно. И требования, которые предъявляют наши органы управления образованием к учреждениям образования, они все едины. Об этом именно руководителям, либо учредителям говорилось неоднократно об этих требованиях. И на уровне комитета по образованию подобные встречи проходили на протяжении нескольких лет. И достаточно принципиальный вопрос этот был поставлен именно в апреле 2021 года. Все те замечания, которые предъявлялись на то время к учреждениям образования, частной формы собственности, они более явно выставлены были и накануне нового учебного года, уже 2022-2023. Система работы выстроена таким образом, что комиссия, которая работает на территории всего района, вне зависимости от того, частное это учреждение образования, либо государственное, выезжает до 1 июня и смотрит наличие готовности учреждения образования к следующему учебному году. Что и было сделано. И были выданы ряд предписаний, требований учреждениям образования, которые должны были устранить до 20 августа 2022 года. Но, как мы видим, практически подавляющее большинство учреждений это не сделало. А какие критерии вообще учитываются при выдаче сертификата готовности школам в начале учебного года? Эти критерии прописаны распоряжением Министерства образования. Повторюсь, они едины для любого учреждения образования, расположенного на территории Республики Беларусь. Это и наличие подготовлено-педагогического состава, наличие помещений, специальных помещений для приема пищи, для занятий спортом. Есть отдельные требования к программам образовательным, которые тоже входят в этот так называемый акт и итоговый документ получения сертификата готовности учреждения образования к новому учебному году. А законно у нас в стране вообще такое понятие, как онлайн-обучение? Вот мужская гимназия из нашего сюжета практиковали именно такой метод онлайн-обучения. И уже не говоря о том, что там у них один филиал располагался в здании ночного клуба. Общее среднее образование прописано Кодексом образования 145-я статья о том, что образование получает учащийся очно. Очное образование подразумевает личное участие учащегося во всех образовательных процессах и воспитательных. Начиная от урока, заканчивая все остальные положенные в системе образования методы, в которых должен быть задействован и мероприятие, в которых должен быть задействован учащийся. Это физическое воспитание, это воспитательные часы и так далее. Поэтому сама система онлайн-образования невозможно на данный момент у нас в стране изначально прописанными требованиями Кодекса. Второе важное направление – это медицинский аспект. И именно санитарными правилами прописано использование информационных технологий, будь то работа на компьютере, планшете и так далее. Она тоже строго регламентирована по временному периоду, в который можно применять эти технологии. И если это для старших классов три часа, то для младших это один час. Поэтому онлайн оно физически полностью заменить образование невозможно. А еще один вопрос – это отсутствие государственной аккредитации. То есть получается, вот эти частные школы, они не могут выдать в конце учебного года какой-либо сертификат учащимся. И часто скрывали от родителей этот факт. То есть только в конце года родители узнавали, что, оказывается, сертификат-то они, их дети, не получат. Это первый вопрос. И второй из этого вытекающий – как сейчас с этими детьми дела обстоят? Они пошли в школу, не остаются ли они на второй год из-за этого? Речь идет о том, что при выдаче, при получении аккредитации учреждения образования имеет право выдавать итоговый документ об окончании образования. Соответственно, это девятый класс, это одиннадцатый класс. Но то, что мы видим, это учреждения образования учили детей, как правило, до восьмого класса и потом предлагали уже в девятом или еще по итогам восьмого перейти в государственные учреждения и получить сертификат государственного образца. Такая практика некоторыми учреждениями образования проводилась, потому что аккредитацию на самом деле получили очень немного учреждения образования в предыдущие периоды до принятия уже нормативных правовых актов, подразумевающих прохождение лицензирования. Поэтому на данный момент те дети, которые поступили в учреждения общего среднего образования государственные, а это почти две тысячи человек без малого, они поступили в соответствии со своим возрастом и в соответствии с тем классом, в котором они учились. На второй год мы их не оставляем. Они приходят с теми отметками, которые были выставлены на начало учебного года и продолжают обучение в соответствии с своей программой и тем классом, в котором они начинали этот учебный год 22-23 годов. 17 октября президент подписал закон о лицензировании, и этот документ в том числе предусматривает введение лицензирования дошкольного и школьного образования. Что конкретно изменится с этого момента в деятельности частных школ? Прежде всего, частной школе нужно обеспечить безопасное пребывание учащегося, начиная с азов понимания этого слова. Это и система входа, охрана, помещение, соответствующее образовательному процессу, организация питания, физическая культура, трудовое обучение. То есть весь этот набор, весь стандартный набор учреждения образования, который мы понимаем, когда говорим средняя школа. Сейчас, на данный момент, в учреждениях частной формы собственности, вот эти все понятия мы можем пересчитать на пальцах одной руки, которые выполняются, эти требования выполняются в учреждениях частной формы собственности. А как Вы считаете, нужны ли нам частные школы, имеют они право на жизнь? Готова ли наша модель образования к такому вот методу обучения? Ну, я думаю, что если есть спрос, то и будет предложение. Самое главное, чтобы оно было качественным. Ну, если, к примеру, возьмем средобольную мамочку, которая очень щепетильно относится к своему чаду, и у ребенка заболел зуб, и мама решила повезти этого своего ребенка к частному стоматологу. Ну, что там, может, очередь в государственной поликлинике или что. Но она же не поведет к частному стоматологу в подвале, с непонятно какой квалификацией, с непонятно каким оборудованием. Она захочет привезти его в качественное учреждение здравоохранения, где будет современное оборудование, где будут сертификаты подготовки этого врача и так далее. А почему мы такие же примеры не хотим привести и в школе? Если частная школа будет соответствовать вот этим требованиям, ну, значит, она имеет право на жизнь. Но это должны быть абсолютно все требования, а не какие-то выемки из нормативных документов и сказать, что мы на этом делаем упор. Нет. Общее развитие ребенка. Вот это основная задача. И безопасное его нахождение. Но при этом, если взять с другой стороны, та же сердобольная мамочка, как пример, она же, когда сама была ребенком, ходила к обычному государственному поликлинику, в обычную поликлинику, к обычному стоматологу и наверняка училась в обычной школе за домом где-то, да? Это чем-то навеяно вот стала такая вот логика, что если платишь деньги, то это всегда хорошо? Я думаю, что, как сейчас модно говорить, жертва маркетинга, красивая обертка не всегда означает, что это там качественный шоколад. Поэтому то же самое и с учреждением образования. Помимо того, что можно сделать достойный сайт, красивый видеоролик о том, как там детки постоянной заботе и внимании, но за этим еще стоит очень серьезный вопрос безопасного пребывания ребенка, воспитательный момент, полный набор тех предметов, которые необходимы по программе, действующей в Республике Беларусь. И когда мы вот этот весь спектр рассмотрим, то мы увидим, что далеко, далеко не каждое учреждение образования, частной формы собственности, готово соответствовать этим требованиям. Каким бы ни было будущее частных школ, важно помнить и понимать главное. В нашей стране есть определенные законы, и их должны строго соблюдать. Как частные школы, так и государственные. Учить наших детей все учреждения образования, обязанные по утвержденным программам. И несмотря на форму собственности, все они должны воспитывать патриотов своей страны. А это явно не зависит от количества нулей в счетах, которые выставляют белорусам частные школы. Это был проект «Решение есть». Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните, неразрешимых проблем нет. Есть не вовремя принятые решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова